Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Максим Гончаров, врач-психотерапевт и директор Центра Позитивной Психотерапии. В ваших комментариях, вопросах вы часто задаете вопрос на тему, как позитивная психотерапия работает с той или иной категорией расстройств. Есть ли какие-то особенности, успешна ли позитивная психотерапия при том или ином расстройстве? Я отвечу вот как. Дело в том, что метод психотерапии – это такой инструмент, позволяющий максимально вам раскрыть ваши способности, ваши таланты, вашу личность. Довольно большая часть успешности в психотерапии зависит не столько от метода, сколько от компетенции, которые этот метод позволяет вам раскрыть. Поэтому, когда мы говорим об эффективности психотерапии, мы говорим о том, что отношения, которые вам удается создать с клиентом, становятся настолько целительными, что человек способен в них меняться, так как он вам доверяет, он пытается открыть новые стороны своей жизни, он пытается где-то рисковать. Но в целом, в этом безопасном пространстве, которое вы для него создали, он пробует новое поведение. Метод, который за этим стоит, большого значения не имеет. Конечно, есть приемы, техники, инструменты в любом другом методе, которые могут быть с разной успешностью применены, но большой роли они не играют. Вот. Человек, который применяет эту технику, вот он как раз и играет наибольшую роль. Поэтому, будь это панические атаки, будь это депрессия, работа с тяжелой психической патологией, психосоматика, семейные проблемы, метод психотерапии позволяет человеку максимально раскрыть свои способности. Вот, собственно, и все. Удачи!